Пошла тряска Друзья, всем привет! Привет! Сейчас весна. Днем до 10-15. А ночью минус 10. И даже минус 14. Ночью замерзает. Днем оттаивает. На объекте творится грязь. Грязь на объекте. Оттаивает. Лед тает на притрассовых территориях. Это как везде на объектах. Это грязь. Мы боремся как-то с грязью. Колья образуется. Самосвалы ездят. Это все в порядке вещей. Не стоит этому удивляться. Поэтому наша задача состоится в том, что мы притрассовые территории, вот эти подъездные пути, к дороге, там еще что-то. Это надо все дело ровнять. Потому что самосвалы постоянно ездят, 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 ездят. И образуют колею. И это все дело надо ровнять. Работа такая. Не шибко пыльная. Но, знаете, каждый день, получается, делаешь одно и то же. Но каждый днем уже все более и более подсыхает. И с каждым днем заметно уже, что вообще вот эти притрассовые территории, они становятся лучше, что ли, так сказать. Потому что уже вода уходит. Срезаем обочины вот эти на притрассовые территории, для того, чтобы вода все уходил туда. В откос, чтобы он на дороге не задерживался. Но... Сразу от нее так быстро не избавишься. Вот заправка подъехала. Ну, в принципе, у меня есть 58% бака. Вот, заправимся до полного. Бензовоз у нас на базе шахмана. Я вам так скажу. Напор у него очень мощный. Насос такой, что прям бак можно за минуты-две, наверное, заправить. Прежде чем начать этот ролик, хотел бы я немножко выразиться, так сказать. Под прошлым роликом, когда мы ездили в груз бизнес авто, многие написали такой комментарий. Ну, типа якобы. Все, Михалыч продался. Ушел в рекламу, еще что-то подобное. Ребят, пожалуйста, вот это мнение, вот реально, меня оно никак не задевает. Но засуете вы себе куда-нибудь подальше. Потому что это, да, действительно, соглашусь, это была реклама. Реклама компании БЭК. Но, публикация рекламы на канале, это вид дохода блогера за его деятельность. Так что, я не думаю, что вы бы пошли на работу куда-нибудь, да, и бесплатно поработали. Правильно? Правильно. Никто бесплатно в этой жизни, наверное, уже не работает. Поэтому все мы, если даже ведем какую-то деятельность, хотим получать от этого какой-то небольшой, но доход. Поэтому, короче, реклама, если будет, она будет. Можете просто перематывать, это не составит труда. Как вы, наверное, заметили, какую-то ерунду там, ненужную вещь, я никогда не рекламирую. Реклама в наше время, это уже нормальное явление. Она везде, она повсюду. Даже вы в Яндекс зайдете, допустим, в поисковике что-то вобьете. Уже реклама везде. То есть, от нее не избавиться. Поэтому, не надо быть, там, что-то Михалыч продался. Это вообще какая-то чушь, блин. Я даже посмеялся от этих инвентарей. Ну, короче, вот так. Ролик должен был выпуститься. И вообще, съемки должны были проводиться еще неделю назад, как я приехал сюда на объект. Но, в связи с тем, что я приболел, даже, наверное, чувствуется то, что разговариваю я, знаете, с забитым носом. Вот. Поэтому, не хотелось попадаться в кадр о вот таком вот больном состоянии. Ну, сейчас немножко уже выздоравливаю. Уже, так сказать, стало лучше. И решил вот сегодня заснять то, чем мы будем заниматься сегодня. Так что, присаживайтесь поудобнее. Налейте чаю. Ну, а мы начинаем. И первым делом, вы, наверное, уже заметили, ребят, смотрите, какие здесь клеи. Ну, давайте все это выровняем и постараемся, конечно же, профиль сделать. Но на данном месте это крайне сложно сделать, на самом деле. Но подберем материал в центр. Пока у нас еще утро и морозно, это еще можно сделать. А вот когда уже день наступает, уже идет плюсовая температура, и уже, знаете, тяжеловато все это делать. Потому что все это превращается в жижу. И, сами понимаете, пока это все не высохнет, нормального результата мы не добьемся. А тут у нас что-то смесь ЧПС. Видимо, тут засыпали это место. Попытаемся все с края убрать в центр. Как-то заметили, наверное, все трясется от того, что все заморожено. И тяжеловато, на самом деле, берется. Поэтому педаль газа я сильно не нажимаю. Дабы не порвать что-нибудь, чтобы не сломать отвал вообще. Да, насыпали здесь, видимо, ЧПС. Но, как вы видите, это не шибко помогло. Вот здесь надо будет сделать, наверное, не менее 5-6 проходов, чтобы все было гладко. Так, возвращаемся назад. Китайцы такие шумные, на самом деле. Что приходится надевать на уши. Ну и включаешь легкую кусочку. Уже шума автокрадера вообще не слышишь. Звучит звук шума автокрадера. Продолжение следует... 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 и и на обочине еще скопился под этой жижей под этой грязью лед здесь можно заметить что лед вон выходит белый видите это все у нас под жижей на обочине поэтому лучше этот лед весь содрать иначе он под уклоном наоборот стекает на дорогу но на удивление самосвалы груженные передвигаются довольно таки хорошо и гоним всю воду с дороги с обочины на дороге стоит вода и гоним всю эту воду в обочине когда там лучше располагается на грейдере очень хорошо вода лежит у нас на дороге все скребаем ее туда вместе с грязью такая жижа кому же что за аппарат а что за аппарат вчера на мойку заехал вроде было все чисто но видите разводы какие-то видны все равно кстати продаю ребят кому интересно абсолютно полностью живая машина вода стоит сейчас там попробуем канавку сделать чтобы она ушла посмотрим как получится потому что это обочина завышенная она замерзшая померзшая вся получится ли сделать канавку я там уже пытался сделать может немножко размягчилась кстати только попробуем ну-ка вода пошла у нас нет пошла родимая водичка видите потекла глубже уже невозможно сделать просто но по крайней мере вода стекает по канавке это уже хорошо когда спросят друзья и знакомые чем занимался на работе можно смело отвечать с водичкой игрался да конечно а под этой водичкой еще до сих пор все мерзлое поэтому очень сильно все трясет ужас просто вы не переживайте что я не закидываю за ну на обочину вообще за обочину туда в откос водичку я беру прям в центре всю воду и до сюда достает но сзади по зеркалу вы видите у меня еще грейдер идет да ребят для кого-то весна это цветочки зеленая трава для меня весна это грязь так же как и осень я вам скажу ребят такая работа очень сильно утомляет потому что не знаешь куда девать эту грязь сжижу вот эту прям а вообще прекраска она была в щебне вся ну соответственно из-за этих всех таких паводков точнее можно сказать да из-за таяния снега глина у нас сквозь щебень наружу выходит и поэтому щебень втапливается по мере того что машины грузовые постоянно ездят самосвала и жижа вся наружу ничего с этим уж не поделаешь ладно в скором времени все высохнет я надеюсь еще недельки две и уже будет нормально и будет пыль столбом наверное скорее всего я разворачиваюсь а HBM у нас дальше поехал нет в другую сторону технику там оставляем по поводу HBM поговорим с ребятами пришли к такому выводу что HBM тоже у нас является сырым еще автогрейдером металл в общем-то говоря сырой и на пробеге там 3000 моточасов допустим уже такие узлы некоторые уже в люфтах хотя и постоянно смазывали в основном говорят типа рулевые страдают поэтому ну это же дешевенький грейдер по сравнению с другими это как бы эконом вариант тоже но выглядит конечно он мощно выглядит мощно но такой слабоватенький конечно по металлу именно а так типа если там на грунте работать перед приводом все полным ходом мы из-за полного привода вот так еще час работы как раз таки я успею еще по одной стороне в обратную сторону до стоянки площадке где я оставляю технику солнце печет жара в кабине ужасно это жижа вообще просто выматывает скорее бы она уже подсохла ну и все так сразу куда уж деваться каждый день надо вот так поддерживать притрасовую вот эту дорожку дорожку что же делать самосвалы то и катаются постоянно а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, ребят, на сегодня все. Такой получился ролик с жижей и грязью, так сказать. Но, тем не менее, эту работу надо выполнять и поддерживать дорогу, для того, чтобы самосвалы спокойно ездили. Представьте, если не поддерживать дорогу, не знаю, в течение 3-4 дней, там просто никто не проедет после этого. Поэтому такая работа, конечно, нудная, но ее нужно делать. Если вам понравился ролик, ребят, не забывайте лайки ставить, писать комментарии, конечно же. И что ж, подписка, подписка, ребят. До новых встреч. С вами был Михалыч. Пока-пока.